Если какаешь в реке, уноси говно в руке. Добрый день, дорогие слушатели и зрители. Сегодня день рождения, очередной юбилей Сергея Довлатова, писателя, которого мы все очень любим. И я думаю, что вы тоже любите, раз вы это дело смотрите. Я не знаю вообще, кто его не любит. Ну, не будем считать Дмитрия Быкова, но там другие проблемы психологического склада, я бы сказала. Значит, еще раз добрый день. И наши гости – это Александр Генис, Нью-Йорк, который прекрасно знал Сергея Довлатова и работал с ним, можно сказать, бок о бок, нога об ног, рука об руку. И Елена Скульская, которая живет в Таллине и которая в свое время тоже работала с Сергеем Довлатовым в его таллиннский период жизни. Она писатель, прозаик, поэт, лауреат множества премий эстонских и одной русской, финалист Букеровской премии. Короче говоря, из наших. Здравствуйте. Здравствуйте, Дадьяна, очень рада. Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, Лиля. Так мы здесь прекрасно объединились. Значит, у меня за спиной на виртуальном фоне фотография, как говорится, редкое фото. Это, значит, сидит вот Сергей Довлатов, это Гранд Матевосян, по эту сторону моего уха обернулся и почему-то недовольно смотрит. И дальше, значит, виден писатель Анатолий Ким. А если я отодвинусь вот так, то буду видна я. Это я. Я себя загораживаю. Это мы все в Лиссабоне в 88-м году. Там была литературная конференция, большая. Одна из первых конференций, я бы сказала, по замыслу устроителей, они соединили русских писателей, значит, из России и из эмиграции, так сказать. И все трепетали. Как это выйдет? Да нормально вышло. Господи, одни и те же люди. Литература едина. Язык един и вообще все старые приятели. Так что трепетать было никому не нужно. И мы там, в общем, очень неплохо пообщались. Кроме вот тех, кто на этой фотографии, там еще был Иосиф Бродский из известных вам. Еще был Лева Анинский. К сожалению, ныне тоже покойный. Так что вот мы, значит, я такой фотографии отмечаю. Кто снимал, я не знаю, в чем фотоаппарате еще может быть эта фотография. Может быть, это в моем фотоаппарате я дала щелкнуть. А может быть, это кто-то из присутствовавших. Может быть, тот же Лева Анинский сделал. Короче говоря, вот редкий снимок, что называется. А у вас какие есть снимки, друзья? А вы знаете, у меня есть очень редкий снимок. Это до Влада в Таллине у дома печати, где мы работали. Не знаю, отблескивает как-то. Да, не может отблескивает, но если так повернуть, вот так, вот так повернуть, то ничего. Да, да, просто повертеть и видно будет. Ага, ага. Да, и кепка надвинута на глаза, и поэтому тень падает, и трудно его разглядеть. А судьба этого снимка очень интересна. Его снимал Фави Ключик, и тогда снимали же, может быть, кто-то, ну не вы, конечно, юные, а те, кто постарше и люди моего поколения помнят, что снимали на пленку, пленку проявляли, закрепляли, делали какой-то один отец, второй, третий. В общем, где-то был оригинал. На оригинале Фави Борисович Ключик ставил печать, что это его фотография. И когда он скончался, его вдова передала в пользование эстонскому телевидению все его негативы. Эстонское телевидение свалило их в какую-то кучу, и время от времени оттуда что-то добывало. И вдруг возникли разговоры об авторских правах, снимок этот появился в интернете, и стали узнавать, чей же это снимок. И автора найти никак не могли, так как не могли найти автора, не могли атрибутировать, не могли атрибутировать, не могли опубликовать. Стали искать оригинал, на котором должно стоять какая-нибудь печать или какая-нибудь роспись. Обратились ко мне, в частности, Московский музей фотографии. Просили, умоляли, звонили разные люди, говорили, говорят, у вас дома хранится такая фотография. Я говорю, да, хранится, но неизвестно, кто автор. Во-первых, и неизвестно, как добыть оригинал. И вот однажды, совершая генеральную уборку, что делается очень редко, я сняла вот эту крышечку блестящую и посмотрела и увидела, что там печать, что это и есть оригинал. И это единственная реальная фотография, которой можно пользоваться. Я обратилась к наследникам. Они, люди очень далекие от литературы, страшные перепугались, сказали, а может, мы отдадим вам, и вы будете обладать эмицей прав этой фотографии. И делайте с ней все, что хотите. И таким образом вот я стала обладателем этой уникальной фотографии, которая у меня все время хранилась дома. А где-то, наверное, есть и другие фотографии с этой пленки? Ну, есть и довлатовских снимков здесь больше нет. У Файдма Моисича больше не было довлатовских снимков. Вот это был какой-то такой вот редкий, уникальный. И на редакционных гулянках Сергей не очень любил фотографироваться. И как-то вообще очень боялся, что люди, которые с ним работают в редакции газеты «Советская Эстония», впоследствии будут считаться его друзьями. И когда мы с ним сидели на планерке рядом, он мне говорит, или я вас очень прошу позаботиться в дальнейшем о том, чтобы вот окружающих нас людей потом не назвали моими друзьями. Потому что я говорю, ну почему, Сережа, вы же с ними в каких-то добрых отношениях? Он говорит, ну вот посмотрите, например, до заместителя главного редактора. Вот я говорю, по-моему, он такой милый, интеллигентный человек. Он говорит, такой интеллигентный, что если его выгонят из редакции, что ни один ЖЭК не возьмет его к себе следствием-водопроводчиком. Потому что, значит, люди, когда он будет приходить, не потерпят уровни его хамства и, значит, безкультуре, если он будет следствием-водопроводчиком. Поэтому, пожалуйста, не объявляйте никого из них впоследствии моими друзьями. Замечательно. Его завещание услышано. Вы не услышали? Нет, его завещание услышано. Завещание Сергея услышано. Хотя, скажем, сидевший рядом с нами на планерке Рогинский, он жив, по счастью, до сих пор, ставший Шаблинским в творчестве Довлатова. Все-таки он вошел, ну, я не знаю, в корпус произведения Довлатова, он вошел все-таки как его близкий приятель. Хотя и от него Довлатов пытался как-то отодвинуться. И вообще, мне кажется, он очень хорошо понимал свое будущее место в литературе. И поэтому считал, что друзья его должны быть, те, кто войдут впоследствии в состав его друзей, они должны быть известными, хорошими и достойными писателями. Кстати, в тот период, когда мы работали в советской Эстонии, он читал из прозаиков самовыдающимся Войновича. И много раз говорил мне о том, что вот документ должен стать основой новой литературы. И как-то очень-очень серьезно относился к его творчеству и выступал против всевозможных речевых характеристик героев через сленги, через какие-то диалектизмы. А пытался создать ту литературу, то есть говорил о том, что он создаст литературу, создаст тексты, которые будут абсолютно лишены вот таких вот характеристик языковых. А характеристики будут совсем другие. То есть, ну, как будто бы реальные. Хотя я не раз говорила и писала, что он пробовал все свои произведения сначала устно и испытывал их на нас. Ну, я не знаю, доводилось ли вам работать в советское время в газете партийной, в которой мы с ним служили. Партийная газета, я понимаю, что вы не работали в такой. Она допускала 98% партийных и 2% беспартийных. И вот в эти 2% мы с Сережей совершенно замечательным образом вписывались. И мы назывались наши беспартийные товарищи. То есть нам позволяло совершать ошибки, пьянствовать, недостойно себя вести, нас должны были перевоспитывать. В общем, мы попадали в самую привилегированную группу. Но вот таких людей должно быть двое. И писать нам, в общем, не разрешали, потому что были более достойные люди, которые могли писать. И Сережа работал в отделе информации. И, конечно, дойти до отдела культуры, дойти до отдела культуры, где, значит, контрольные шедевры, до которых он не дотягивал до контрольных шедевров, но мечтал все время найти. Это было совершенно невозможно. Поэтому большую часть времени мы проводили в баре, где собиралась компания, и слушали Сергея, слушали его рассказы, которые впоследствии перешли дорогу в литературу и стали знамениты уже в качестве литературных произведений. Но начиналось все с рассказов. Начиналось с собственного жанра, которым он владел блистательно. И замолкал он только при одном человеке, на моих глазах, при Евгении Рейне, которого он считал лучшим еще рассказчиком, чем он сам. Саша, что скажешь? Все знаменитые фотографии Довлатова в Нью-Йорке очень хорошо известны. И стоит только нажать на кнопку интернете, как вы увидите фотографии Нины Алаверт, лучший фотографа нашей эмиграции. Я однажды ее спросил, говорю, как так получается, что все мы на твоих фотографиях такие красивые? Такого же не может быть вообще, правда? Она говорит, я вас просто всех очень любила. Вот и все. И похоже, что это правда, потому что Довлатов выглядел на ее фотографиях замечательно. И он очень любил эти фотографии. Ему нравился такой мрачноватый вид, как он говорил, смесь богемного художника и военного пехотинца, морского пехотинца. Что-то в таком духе это было. Но фотографий множество, если других. У Марка Сермана и замечательная фотография Довлатова. Я приехал в Таллин к Лиле, которую вы не забыли упомянуть, что она апостол Довлатова в Таллине. Это очень важная должность. И вообще мы здесь собрались из трех городов, которые поделили Довлатова. Петербурга, Ленинграда, скажем так. Таллина и Нью-Йорка. Это тоже характерная деталь. Так вот, и Марк Сермана фотография висела на доме. Размером с четырехэтажный дом. Я никогда уже не дал такой большой фотографии. И Марк этим может гордиться. Так что фотографии много и так. Они все знаменитые. Я хочу показать шарж. Дело в том, что Довлатов был замечательным художником. У него вообще была масса таких достоинств, которые редко соединяются в одном человеке. Он прекрасно рисовал. Но не все знают, что он прекрасно пел. У него был замечательный слух. И однажды мы выступали вместе перед читателями. И Довлатов сказал, что у меня в одном произведении есть шпион, который... И песня про шпиона. Ну, давайте я вам ее спою. И спел замечательно чисто песню про шпиона. Полюбила я шпиона. И как-то там дальше была какая-то женская трагическая история. А лучше всего ему давались шаржи. И это был его принцип не только художественный, но и в литературе он занимался тем... Вот Диля совершенно правильно сказал, что никаких психологических характеристик не будет. Никакого вот этого копания в психологии, которую так любили, и чем знаменитый русский писатель. Далее, он не терпел. Он считал, что персонажи должны выдавать какие-то краткие, ясные движения. Лучше всего жесты. Или походка. Он считал, что все американские актеры, как бы они ни играли, они не могут наврать походкой. Словами могут, а походкой нельзя. И по походке можно сразу узнать, кто этот человек хороший, плохой. Будет ли он совершать преступление или нет. Поэтому так любил американские фирмы. А шаржи он рисовал постоянно. И очень ними гордился. И требовал в газете, когда мы работали у «Новоамериканцев» вместе, он все время говорил, требует напечатать этот шарж, чтобы все знали о моей стороной гениальности. И он рисовал шарж на меня. Тогда, конечно, это было давно. Видно? Да, видно. Замечательно. Тогда нос у меня был острее, борода длиннее, а главное, было намного больше волос, чем сейчас. Мне до сих пор так нравится, что я пытался заменить им фотографии на водительских правах, но меня не разрешили. Почему? Почему? Потому что им нужна фотография, а не шарж. Но я-то считаю, что шарж гораздо больше похож на человека, чем и фотография, и портрет. Потому что шарж – это как хоку. Три строчки, и все ясно. Главное, не должно быть многословие. Она коротко стриглась, курила, любила прозу Цветаевой. Вот так описывает Довлатов персонажа. И мы сразу представляем себе эту женщину, мы представляем себе круг ее интересов, более-то мы представляем ее поклонников, представляем себе, где происходит свидание. Мы представляем себе все о ней знаем, потому что Довлатов все вложил в одно хоку. И вот такими хоку он писал. И рисовал тоже, как только что вы видели. Ну, а хорошо. Это, между прочим, вот вы говорите оба, что не хотел психологизма, психологизма, но это есть психологизм, только он, вот, концентрат, да, бульонный кубик психологизма. Конечно, это три точки, на которых будет висеть этот психологический образ. Конечно. Конечно. Совершенно верно. Дело в том, что, дело в том, что психология была совершенно незаменимой в 19 веке. И это был правильный ход, когда вдруг появился большой психологический роман, как у Достоевского, или как у Толстого, или как у Тругенева, мы видим каждое душевное движение и так далее, и так далее. Но в 20 веке просто стало короткой, и нужно было ее изменить кардинально. Именно этим занимались писатели в 20-е годы. Вы знаете, как Бабер сказал, я могу описать два часа из жизни человека, а Леб Толстой – 24. Но вот мы привыкли, когда Адавата мог описать 15 минут. За эти 15 минут мы знаем об этом человеке все. И это, конечно, сделало его таким любимым в наше время, потому что наше время, чтобы не думал, Дмитрий Быков, не время толстых романов. И Довлатов по этому, корозумение в роман четыростишием или трехстишием сделал прорыв в литературе. Отлично. А вот на этой конференции он пел или рисовал шаржи? Было что-то такое? Нет. Я этого не видела. Нет. Там другие драмы разворачивались. Я хотела сказать по поводу Саши увынул сейчас Достоевского. И мне как раз в этой связи хотелось рассказать два замечательных случаях, обсуждения того, каким должен быть памятник Довлатову. А надо сказать, что комиссия у нас очень расширенная. Ее возглавляет вице-мэр Таллина Вадим Белобровцев. Он человек абсолютно интеллигент и любящий культуру и из профессорской семьи. Но вообще в комиссию входят самые разные люди, представители самых разных департаментов. И вот, когда стали выбирать место, где поставить памятник, то возникло такое предложение в центре города, возле центра русской культуры, это здание такое, и рядом с ним такой садик, и там уже стоит памятник Достоевскому. И возникла идея поставить памятник Довлатову, который намерены поставить в будущем году, поставить рядом с памятником Достоевскому. На что один деликатный член комиссии говорит, скажите, пожалуйста, а комиссия в основном состоит, естественно, в Эстонии из эстонцев. Один говорит, скажите, пожалуйста, а русские не сочтут это каким-то выпадом против них? Я говорю, а почему, как это может быть? Ну, понимаете, как это не возникло, если у них такое ощущение, что всех русских мы решили в одну кучу сгрудить. Тут Достоевский, тут Довлатов. Не обидятся ли поклонники Довлатова, что его поставили рядом с Достоевским? Я думаю, что Довлатов был бы очень рад оказаться в этой куче. Так и будет. Потому что Довлатов страстно любил Достоевского, но не за то, за что все любят Достоевского. А за юмора. Он ходил и говорил, ну вы тут все филологи, собрались, напишите диссертацию юмора Достоевского. Нет писателя смешнее, чем Федор Михайлович. Причем интересно, что Довлатов любил и Толстого, и Достоевского. Он совершенно за разные вещи. Вот он уверял, что лучшая вещь, лучший произведение, опыск всех времен народа это хозяин и работник Толстого. Когда я сказал, я не читал, я с тобой больше не буду разговаривать, пока ты не прочтешь. Я прочел и действительно восхитился, между прочим. Я как-то так пропустил, мало чего, я еще не знаю. И Довлатов, но это совершенно не похоже на Довлатова. Это тоже характерно, что ему нравились вещи совершенно разные. А вот Гоголя он как-то не ценил. И мы однажды с Петевалем подарили ему «Мертвые души» для начальной школы. И он прочитал, сказал, ну ничего, вообще-то согласился. Может быть, он, конечно, нас разыгрывал, что тоже не исключено. Он, например, говорил, что он ни разу в жизни не был в Эрмитаже, а в театр никогда не заходил дальше буфета. Не знаю, правда это или нет, но в музее я его действительно никогда не видел. Ну, во всяком случае, он написал рецензию на спектакль по роману «По кому звонит Колога» Хеминге в газете «Советская Эстония». И потом даже ссылался на эту рецензию. Она началась, он говорил, что Роберт Джордан вышел на сцену в таких же польских джинсах, как и я. Но рецензия была положительная, потому что в партийной газете всегда известно было, о чем нужно писать положительную рецензию, о чем отрицательную. Вот Сергея, который метил как-то в отдел культуры, его вызвали и сказали, что можно пойти и написать положительную рецензию на спектакль «По кому звонит Колога». Тогда же у него вышел один из конфликтов с Генрихом Францевичем Туронком, когда он написал, что вышел такой брутальный, Роберт Джордан, как и положено, Генрих Францевич ему сказал «В следующий раз читайте, пожалуйста, оригинальное произведение перед тем, как идти в театр». Что значит брутальный? Он никого не предавал. Ну, надо сказать, что это абсолютно меня не убедило в том, что он был в театре, потому что Долатов мог написать рецензию и не заглядывая в театр. Что же верно, конечно. Я помню, как новоамериканца, он напечатал цикл интервью с разными американцами, которые говорят очень интересно о русской эмиграции. Там, ну, один, например, был дворник из Барселоны, чему из Барселоны не очень было понятно. И вот Долатов с ним разговаривает, а дворник говорит «Я знаю Россию, конечно, так где-то в Польше, да? А потом говорит «Вы знаете, вы не огорчайтесь, вот Сталин умрет, все у вас будет хорошо». И Долатов ему объясняет все, как это дело. Ну, конечно, никакого дворника из Барселоны не было, выдумал все от начала до конца. С другой стороны, я помню интервью с пожилым эмигрантом, который приезжает из России, Долатов его расспрашивает подробно, и это интервью такое идет, трогательное. Называется «Как ты пристроился, новый американец?» и в конце он интервью, беседу с своим отцом вел Сергей Долатов. Это действительно был его отец, Данат Исакович, который только что приехал в Америку. То есть, конечно, Долатову всегда опасно доверять, его надо всегда проверять. Да, вот у меня был поразительный случай, значит, правду, о розыгрыше я узнала совсем недавно, то есть мне потребовалось всего каких-нибудь 30 лет или там сколько, 40 лет, чтобы разгадать правду. Дело в том, что он мне прислал в одном из писем прислал 4 строчки, которые я, если вы позволите, сейчас прочту. Он написал так. «Бобышев посвятил мне такие стихи, песня рулевого. Возвратите мне душу летучий голландис, Сёр ванстратен тошно молчать у руля, Этот чёртов мальштрём и мореет их танец в этой стуже всегда где-то возле нуля и так далее». Что вы об этом думаете, таргуская студентка? Надо сказать, что Довлатин меня всегда дразнил тарту и, значит, говорил, что вы чем глубоко не вежествуете, хотя и закончили блистательный таргуский университет. Вот. И, значит, что вы об этом думаете, таргуская студентка? Я разгадывала постепенно все слова, и все слова стали мне известны. Сёр ванстратен был капитаном этого судна, он, значит, с ним романтическая история случилась. Вальштрём, понятно, уже, значит, любой водоворот, так называют, летучий голландец, ну, даже школьник, знаешь, такой летучий голландец. Но, когда говорилось о таргусской студентке, то имелось в виду, что я не эти слова должна была разгадать, а совсем другие. И совсем недавно мне, когда мы стали готовить с вами, Саша, и с Андреем Марьевым русское издание книги «Три города Довлатова» и стали читать верстку, Андрей Юрьевич Арик мне говорит, может быть, ты сделаешь, наконец, сноску к этой цитате, потому что, в общем-то, я не уверена, что все знают, чьи это стихи. И тут выясняется, что это стихи вовсе не Бобышева, а стихи это... Господи, сейчас опять у меня вылетело из головы. В общем, эти стихи оказались не Бобышева, а... Ой, представляете, какой ужас. Я забыла, чьи это стихи, и издевала... Хвостово, Хвостово, по-моему, это были стихи. И смысл шутки заключался в том, что я в своем диссидентском Тарту должна была понимать, чьи это стихи. А если я не понимала, чьи это стихи, то грошь цена была мне Тарту, моему тартовскому диссидентству. И Ариев был уверен всю жизнь, что я знаю, конечно, что это стихи Хвостово, но так оставляю уже цитату в такую, какая она есть. О, какие интересные сложности. Похоже на Довлатова. Он однажды, как известно, привел слова Гёте, он сделал примечание, это фантазия автора, Гёте ничего подобного не писал. А в другой раз была такая глупая история, он придет, представьте себе, что в новом американце еще не было компьютера, все было на пиршем машинке. И признасят Довлатов текст, а там ошибка, орфографическая ошибка, самая примитивная орфографическая ошибка. И грубый Валь красной ручкой подчеркнул эту ошибку. Довлатов рассветел, перепечатал всю страницу, приносит ее заново и сделал примечание, ошибка допущена с сознательным автором. И он несет за него полную ответственность. И так и вышел материал с этой опечаткой. Причем опечатка была совершенно такая, примитивная, ничего хитрого там не было. Но Довлатова, я недавно рассматривал все первые издания книг Довлатова, каждая из этих книг была прочитана им заново, в каждом экземпляре он исправлял все опечатки. Представляете, какая это работа? Потому что, как вы понимаете, в миграции книги издавались, не было никаких корректоров. Вернее, корректоры были у него дома. И жена, и мать. Но вообще, в принципе, книги издавались, конечно, безалаберно. И он в каждой он носил корректуру и исправлял ручкой вот здесь, чтобы все это видели. И, не дай Бог, не стерлся карандаш. То есть он относился трепетно к каждой букве, я бы сказал так. Не хвостовые эти стихи, а чьи-то другие. И вы представляете, как замкнуло. Можно я потом вам каким-то образом передам все эти стихи? Хорошо. Хорошо. Я очень понимаю... Вот так вот случилось. А я вспомнила, когда Саша рассказал, я вспомнила, как Сережина меня страшно обиделся, когда прислал мне из Пушгор стихотворение, которое он написал. Я здесь прославился таким стихотворением. Если какаешь в реке, уноси говно в руке. И написал говно через А. Я ему пишу, что, значит, Сережа стихи замечательные, но говно пишутся через букву О. Он страшно обиделся, проверил, увиделся, что я права. И сказал, ничего, Гоголь писал, щекотурка, никому не разрешал себя править. Вот так вот пусть это останется. Но потом все-таки вернул говно его грамматический статус, но обиделся на меня ужасно. Интересно, что все-таки он нашел эту ошибку и ввел ее в свою литературу, потому что у него есть рассуждение об опечатках. Это известно рассуждение Карла Чапа, который сказал, что опечатки это единственное, что развлекает читателей в газете. И он сказал, что особенно в советской газете, где можно прочесть говнокомандующий вместо главнокомандующей. И, конечно, там через О. Так что я запомнила ваш урок, Лиля. Может быть. Но он очень обижался, когда в стихах особенно находили ошибки. Вообще он очень обижался, если критиковали его стихи. Он очень внимательно выслушивал мнение о прозе. А мне как тартовской студентке хотелось раскритиковать, конечно, и найти какие-то какие-то неточности, неправильности и с глубокомысленным видом нести какие-нибудь благоглупости. А если он... Он смиренно и с большим интересом выслушивал это и говорил, спасибо за интерес к моим занятиям. Но если я смела выстегнуть на стихи, начинались страшные обиды. Он очень дорожил тем, что имеет отношение не к профессии, а к хобби. Совершенно верно. И стихи для него были не просто развлечением, а спортом. Да. Мы однажды выпивали вместе с Довлатовым и Эдиком Штейном. Замечательный человек, сейчас это, его уже забыли. Он был шахматист, поэт и любитель поэзии, страстный любитель и знаток поэзии. И вот мы вот дома у Эдика Штейна выпивали, и Довлатов сказал, что из уважения к хозяину он каждую рюмку будет сопровождать четверостишием, четверостишием, импровизацией немедленной. И вот так оно и продолжалось до утра. И это можно было, стихов набралось на Манас, наверное, уже можно было спечатать в толстый том. И, к сожалению, никому не пришло в голову все это записать, и это все ухнуло в лето. Сейчас бы он победил в баттлах. Да, это уж точно, потому что он был первым, я уже рассказывал об этом много раз, но он был первым рапером русским. Когда появился раб, вот я до сих пор раб терпеть не могу. Я знаю, что это моя беда, мне объяснили, что раб это сегодняшний Пушкин, но я все равно ничего не понимаю в этом деле. Я с тобой, Саш, я с тобой. Я, Таня, знаю. А я не знаю, что это такое. Это мой парикардер. А скажите, что это такое. Я не знаю, что это такое. Лили, это то, что называется рэп, наверное, в России. А, поняла, поняла, поняла. Да, да, да. Вот, появился он в 80-е годы в Америке, в Нью-Йорке. Это стало фольклором городского гетто. И, в отличие от меня, Довлатову это страшно нравилось. Он вообще любил все простое, любил блокной язык, любил набрать индивиды, я приезжал, зажимал нос, а ему нравилось. И он был гораздо более терпимым к неэлитарному искусству, чем все остальные редакции вместе взятые. И мы говорили о рэпе, о том, какой это ужас, что западная цивилизация погибла, ее похоронят раперы в золотых цепях, которые речитативом рассказывают о любви к наркотикам. А Довлатов сказал, да что вы, рап, да рап, смотри, как это делается. Взял микрофон, дело было в студии на радио, взял микрофон, и так как не делают раперы, они так хлопают по микрофону, чтобы создавался ритмический такой строй. И вдруг он стал им проявировать этот рап. Где-то это записано, понятия не имею, как это найти. Долго так это продолжалось, мы все захлопали, конечно. И только теперь, за одним числом, я понимаю, что это был первый рапер в России. Но Довлатов на этом не остановился. Может быть, он бы сегодня продолжил свою линию. Это вообще интересный вопрос, что бы делал Довлатов сегодня. Сегодня, когда день рождения Довлатов, я с ужасом понимаю, что ему 79 лет было бы сегодня. Но это же как бы сейчас уже и не возраст. А сейчас это совершенно не возраст. Нет, нет. Сейчас таких возрастов-то уже как бы нет. Сейчас людям вот там 93, 95 и то. Я вот дружу с Борисом Михайловичем Парамоновым, которому сколько? 84, по-моему. Мы каждый божий день обмениваемся письмами и ругаемся по интернету, как можем. И у него нисколько не потеряла спортивная злость. Я с Врусом думаю, что Довлатов же мог бы быть сегодня самым, что ни на есть, активным писателем. Он умер в середине своего, собственно говоря, литературного пути. Да и жизненного тоже, господи. Как подумаешь об этом, кажется, все-таки это очень печально. И сколько можно было бы еще сделать всего? Довлатов именно в 50 лет, он умер задолго до своего юбилея, первого, 50-летия, он готовился вообще такой отчет создать свой. И он, в принципе, это была ступенька к новому этапу. Я часто думаю о том, что Довлатов мог делать. Мне кажется, что его последние рассказы представляли, что может быть дальше. Он начал писать рассказы, которые должны были называться «Холодильник». И интересно, что в этом холодильнике не было спиртного. Сказал, про спиртное я уже все написал. И он достает из холодильника вещи и рассказывает о них истории. Это примерно то же самое, что он делал с чемоданом. Но чемодан рассказывал про все, что было в России. А в этом сборнике рассказов Довлатов хотел взять своих персонажей, которые жили в России, поместить их в Америку и посмотреть, что с ними стало в Америке. Я уже заранее могу представить себе, что не стало бы ничего. Довлатов однажды сказал, человек рождается, умирает неизменным, как формула воды, H2O. Вот эти вот неизменные гены, как камни в часах, они волновали Довлатова. Я думаю, что он пытался найти именно ту неизменную структуру человека, разных типов, характеров, как бы не менялись обстоятельства. Вот там он был разбойником и вором, а здесь он таксист и обжор. Но тем не менее все его черты остаются такими же. Вот эта вот неизменность человека, она волновала Довлатова, вполне могла бы быть методом для его новых текстов, новых линий его сочинения. Еще я думаю, что он наверняка пытался бы и, может быть, добился бы написать, он хотел написать сценарий. И вот этот вот сценарий, который тогда было очень трудно написать и пробиться, а сегодня гораздо проще. И в мире, где есть сериалы, Довлатов в качестве автора сериала представляется крайне заманчивая идея. Мне еще кажется, что драматическая литература, наши писатели великие, они не добрались до нее. Я всегда считал, что Бродский бы должен был написать что-то вроде Фауста и Довлатов мог бы написать прекрасные сериалы. Как жалко, что это не случилось. О чем бы он был, как вы думаете? Я думаю, что это был бы сериал о том, что я только что сказал. Вот советская сторона и вот американская. Каждая серия о каком-нибудь персонаже, который в Советском Союзе занимался этим, ну был, например, не знаю, гибным писателем. У меня есть знакомый, я подарил сюжет. У меня есть знакомый, который в Советском Союзе был скульптором. И он был очень известным скульптором, потому что он делал скульптурные, он делал памятники, каменные памятники партийных работников. Это была очень высокооплачиваемая работа, но ему хотелось творчества. И он приехал в Америку и показал свое портфолио. Вот это секретарь парткома Башкирской республики, это секретарь. Второй секретарь парткома Башкирской республики. Ну, мы так вежливо улыбнулись, но его не взяли в большое искусство. И тогда он придумал, что можно сделать человеку, который умеет работать с тремя измерениями. Он стал женским парикмахером и стал зарабатывать бешеные деньги. Я видел, как он подстриг одну даму за 250 долларов. Это было лет 20 назад. Купил огромный дом, сослушать музыку и там у себя дома делал маленькие такие скульптурки башкирских партийителей для себя, для души. Вот этот сюжет как раз очень годился бы для Довлатова, правда? И вот я представляю, что сериал такой а-ля Довлатов вполне мог бы быть и я представляю себе, что Сергеев вполне мог бы сочинять такое. Ну, у него же была одна пьеса «Не хочу быть знаменитым», как он написал мне, написал пьесу с лживым названием «Не хочу быть знаменитым», которую он отослал, кукольная пьеса, которую он отослал в Псковский драматический театр и который не с чем нужно даже ему ответить. А потом, когда Довлатова уже не стало и пришел какой-то новый завлит, он разобрал архивы, нашел папку с ботиночными тесемками, на которой было написано «С. Довлатов», человек, которого не было, по-моему, так он назывался, назывался уже, эта пьеса. Ее поставили и пригласили Лену и Катю на премьеру. То есть прошло 25 лет и оказалось, и идентифицировали ее, как атрибутировали ее по той песне, которую он мне прислал в письме, потому что к песням своим он был очень неравнодушен. А пьесе он мне ни слова не написал, но прислал песенку оттуда и сказал, я специально ее перепечатал для вас. Я, кстати, между тем вспомнила, что стихи «Возвратите мне душу, летучий голландец», принадлежат Ахапкину, который действительно Довлатову их посвятил. И об Ахапкине он писал в письме мне, что лучший поэт Ленинграда Ахапкин, и тот никуда не годится. Ахапкин замечательный человек, и Довлатов очень любил своих ленинградских друзей. Вообще, он был к советским писателям гораздо более доброжелательным, чем все остальные. Потому что он знал, каково быть советским писателем. И он никогда не порицал людей за книгу «Хочу быть коммунистом». Он был очень терпим ко всем, кто жил в Советском Союзе и пытался пробиться в литературу. И его первая книга, «Невидимая книга», это сущности, это омаж друзьям ленинградским. Я познакомился со всеми этими людьми книги. Потом, к сожалению, уже после смерти Сергея я оказался в Ленинграде, и мы были на одной сцене, в реальный вечер, посещенный Ленинграду. Я сидел с невидимой книгой и сравнивал описание каждого из них, каждого из этого персонажа. Там сидело человек 13. Это как раз была вся книга, невидимая книга. Я сидел среди нее. Это было редкое сочетание литературы и реальность. Я хотела сказать, что к своим коллегам по газете «Советская Эстония», и вообще ко всем людям, с кем он общался в Таллине, он почти ко всем относился с большой иронией. Он считал, что Таллин при всей своей симпатии к нему и расположенности к нему и при всем том, что он мечтал издать здесь первую книгу, он все-таки считал, что все отправлены каким-то комплексом Бобчинского-Добчинского и все как-то провинциально, что во всех можно найти какую-то черту провинциальную. И даже при самом идеальном отношении и когда он уехал изгнанный из нашей газеты, уехал в Питер, был несчастен, грустен и написал мне письмо и написал, что я единственная, кто осмелилась ему ответить на письмо, потому что все остальные реально просто боялись отвечать, потому что это в нашем маленьком городе могло привести к каким-то неприятностям. Тем не менее, в этой переписке есть одно вполне оскорбительное для меня место, но я не обижаюсь. Он мне пишет, когда приеду в Таллинн, обязательно повидаемся, потому что Таллинн без вас это Пайде, а не Таллинн. А Пайде, это, знаете, совсем крохотный городок в Эстонии, еще меньше в Таллинн, раз в десять. Вот, и Таллинн без вас это Пайде, а не Таллинн. Он, конечно, считал, что Таллинн настолько микроскопический город, что, в общем-то, относился вообще ко всей Эстонии, относился довольно иронично, хотя очень ценил главного редактора издательства Эстерам, это эстонская книга, которая считалась его выдающимся писателем и хотел моментально опубликовать и боролся за него до последней секунды. И вот, не знаю, так, наверное, бывает, да, приезжая в Эстонию, как-то хочется знакомиться с эстонцами и ценить эстонцев. Приезжая в Америку, хочется, как он писал, гордиться тем, что ты знаешь живого, реального американца и приятельствуешь с ним. Как-то титульная нация приводит особо сильное впечатление в маленьких странах. Знаете, не так все просто. Дело в том, что Эстония играет особую роль в русской литературе. Я Лилю не слышу. Я слышу вас, Саша, я слышу вас. И Солженистон сказал, сколько я в лагере не встречал эстонцев, все были замечательными людьми. А вы знаете, а я тут вас перебью. И когда я эту фразу процитировала Яну Кроссу, а это был человек, которому сейчас ставят памятник возле нашего дома, он был писателем-историком и сидел в лагере сначала, он сидел при фашистах, при коммунистах, при фашистах, опять, потом опять при коммунистах и так далее. Он, когда ему процитировала эту фразу, он сказал, не верьте в этой фразе, просто Солженистон был человеком малообразованным, а сидел рядом, сидел вместе с эстонским академиком Сузик, который очень помог его образованию. И он в благодарность написал эту фразу. Но потом, когда понял, что с того вполне достаточно одного издания, он эту фразу вычеркнул. На самом деле, я спросила Ян, а что эстонцы действительно вели себя чрезвычайно порядочно? Он говорит, поверьте мне, эстонскому националисту вели себя точно так же, как представители любой другой нации. Это интересно. Это интересно, но это все равно не отменяет особого отношения к Эстонии, потому что вспомните Аксенова. У Аксенова, когда герой наступал кризис в литературном произведении Аксенова, то все выезжали в Эстонию. Правильно? Конечно, конечно. И пили там ликерки Анакук. Я последний раз, когда был в Таллине, у вас, Лиля, я зашел в кафе и потребовал ликерки Анакук. Какая гадость сладкая. Абсолютно верно. Иван Аталин. Я, кстати, хочу сказать для наших... Понимаете, дело в том, что Довлатов, я уверен, в Эстонии ему больше всего нравился эстонский язык. Он звучал по-иностранному. И он представлял себе, что он находится где-то, если не в Америке, то, во всяком случае, в каком-то фильме западном. И поэтому у него так много эстонских имен, названий, фамилий. Он постоянно ощущал себя в присутствии иностранного. И это дело остраняло его прозу. И мне кажется, что в Эстонии больше всего он нравится. Причем, по-моему, он сказал, КГБ на улице Пагори, по-моему, да? Совершенно верно. Совершенно верно. И он сказал, улица Пагори. Зачем ему надо знать, на какой улице находится КГБ? Но это же звучит, как будто бы это не КГБ, а как будто бы это ЦРУ на Кубе в времен Батисты. То есть это звучит... Кстати, я был на улице Пагори, там сейчас музей КГБ, и страшное место. Ужасно. Очень красивая буржуазная улица. Я заметил, что в Талине все красиво. Называется либо готическая, либо буржуазная. Так вот, это буржуазная улица, на которой находятся пыточные подвалы КГБ. И давата, в общем, проходим на них каждый день. Я хочу сказать нашим зрителям, я хочу сказать, что ваши произведения входят в школьную программу эстонских школ, переведенные на эстонский, и в Талине есть клуб ваших фанатов, эстонских читателей. Это правда, потому что, когда вы приезжаете на Довлатовские дни выступать, то вы выступаете отдельно перед русской аудиторией, отдельно перед эстонской аудиторией, и они задают вам совершенно разные вопросы, и вас отдельно ценят русские читатели, отдельно ценят эстонские. читатели. Это очень почетно, потому что хочу вам сказать, что в Эстонии тиражи сравнимы с тиражами в России. Вот это поразительный факт. В Эстонии все читают по-прежнему, и все покупают книги. И в любом эстонском доме по-прежнему есть библиотека. По-прежнему. Именно книжные полки и книги на них стоят. Спасибо, Лиля, на добром слове, но вы мне все испортили, потому что я хотел сказать, что эстонцы очень хорошо относятся к русским, потому что именно в Эстонии они определяют хороший вкус. Теперь это звучит нескромно, но я имел в виду совсем другое. Правильно, хороший вкус. Вы правильно все сделали? эстонцы выбрали себе трех представителей русской культуры и занимаются ими, любят и холят и лелеют. Это Солженицын, который писал архипелаг ГУЛАГ в Эстонии, у вас там, где-то рядом с Сталином на хуторе. Это Тарковский, который снимал Сталкера у вас на ВЭС, какая-то электрическая станция какая-то, огромное здание такое, но там снимал Сталкера. И это Довлатов, который сделал больше эстонско-русских отношений, чем любой другой человек. Вы помните, как у него в рассказе говорят, он боролся с эстонским самодержавием. Говорит, не было, эстонец говорит, не было эстонского самодержавием, но с царизмом. И царизма не было эстонского, был русский царизм. Я думаю, что это лучшая фраза, нет, но он еще, вы знаете, на той же комиссии, где мы обсуждали, как ставить, какой должен быть памятник Довлатову, один из участников этой комиссии, кстати, русский человек, о ней эстонис, сказал, я вообще сомневаюсь в необходимости ставить памятник Довлатову, потому что Довлатов, во-первых, алкоголик, во-вторых, он работал в партийной печати, то есть обслуживал интересы Центрального комитета Компартии, в-третьих, он брал абсолютно живых, реальных людей с улицы или из газеты и выводил их на бумагу в искореженном и искалеченном виде. С какой стати ему ставить памятник? Ну, его забили, затолкали, заставили замолчать. Я звоню Кате в Нью-Йорк и говорю, Катя, вот такое было обсуждение. Она говорит, а что ты так возмущаешься, все правда. Это так оно и есть. Он считал, что русский человек, живущий в Эстонии, должен учить эстонский язык. Он первый провозгласил это. До этого считалось, что русский язык совсем не, эстонский язык совсем не обязателен советскому человеку, живущему в Эстонии. Довлатов решил, что обязательно. Когда я первый раз приехал после эмиграции в Эстонию в 95-м году, стал говорить о том, как все любят Довлатова, и кто-то мне там сказал, говорит, в Эстонии он не герой, потому что он обо всех написал гадости и, главное, под настоящими фамилиями. И, как я выяснил, там действительно много было людей. Но я это видел и в Америке. Довлатов мог написать очень смешно о людях, которые мы все хорошо знали и понимали. И, конечно же, это становилось немедленно известным. И я знаю одного человека. В общем, сейчас уже можно сказать, это Марк Александрович Поповский. Человек по-своему замечательный. Мне он нравился тем, что он хамил всегда только начальство. Только его вот прямодушие, я прямо скажу, грубость, она была направлена только вверх, а не вниз. Всех, кто был ниже, его защищал. Всех, кто был выше, их он оскорблял. И нас на летучке Довлатов сказал, вы знаете, вот мне напоминает этот сюжет, то, что я вычитал у Кавки. И Поповский сказал, вы читали книги? Вы знаете, кто такой Кавка? Это было очень искомительно. И он написал, очень смешно изобразил Поповского в своей вещи иностранкой. И все посмеялись, все так это было. Ну, конечно, это же живой человек, Марк Александрович, который я прекрасно знал, мы жили рядом. И это была зверская обида. Но больше всего огорчался не Поповский, а Довлатов. Довлатов страдал от этой обиды и написал ему письмо, подробное письмо, где говорил, что лучше, если бы он дали мне помочь. Это правда. Он обижал людей, но он мог извиниться. Вы знаете, гораздо проще убить человека, чем попросить у него прощения. И Довлатов как раз был способен на такой широкий жест. А он вообще дрался? Я никогда не видел, но я знаю только одно, что Довлатов всегда был к этому готов. Почему? Я не очень понимаю, потому что он был такой здоровый. Но однажды мы пришли в Организацию Объединенных Наций. Это, надо сказать, конечно, не его была затея, но приехал Андрей Арьев из Ленинграда, старинший друг Довлатова, человек широких и глубоких интересов, отличие от Довлатова, который, кроме литературы, интересовался разве что пельменями. И мы решили все пойти в ООН, посмотреть в ООН. Довлатов страшно не хотел. Мы его убедили, мы пошли в это здание, но там, конечно, металлоискатель. И когда Довлатов положил свой портфель в металлоискатель, он страшно засвистел, и оттуда вытащили вот такую трубу металлическую. Да, он говорит, что у них очень опасный район, а в всякий случай у нас с собой трубу. Но его не пустили с трубой в организацию Федерации и он гулял с трубой у входа, пока мы осматривали это сооружение. И разоружиться он категорически отказался. Но я никогда в жизни не видел, что он удавался. Только один раз. Я видел, как он Глезера, был такой у нас человек, Глезер, довольно известный правозащитник, и он знаменит был тем, что он всяческие антисоветские акции проводил и Нина Алаверт сделала для него фотографии. Нина Алаверт очень скудно жила, конечно, фотограф Нина Алаверт, и она сделала для него фотографии, а потом сказала, ну ты обещал мне заплатить за эти фотографии, не заплатим, а он мне сказал, как тебе не стыдно, я борюсь с советской властью, а ты в каких-то деньгах думаешь. И вот тогда Дорова взял этого Глезера и вышел его с лестницы. Я никогда не видел, только в кино видал, как это происходит. Надо сказать, было замечательно, мне очень понравилось. Я в жизни такое бы не решился. Очень хорошо, потому что он меня тоже обманул Глезера, он у меня взял какой-то текст, как раз, когда я приезжала вот такой первый год в Нью-Йорке, я сейчас не помню, что, как, в общем, какой-то текст он у меня взял, я ему не давала, а он у меня взял, вот что-то такое было. И говорит, да, я вот беру, я заплачу, хорошо, я как дура сижу и жду, пока он мне заплатит, не знаю, с дешних нравов. Ну, естественно, вот до морковки на заговенье сижу и жду. То есть Глезер не платил, как я поняла, потом уже прочла про него, что Глезер все берет и никому ничего не платит. Как я рада, что Сережа за всех, за нас, можно сказать, спустил. Я просто сказал про здешние нравы, потому что Глезер, надо сказать, и у нас в эмиграции отличался именно этими нравами. Самое главное, что у нас все не кончилось, потому что дело было зимой, и Далата вышвинул Глезера, но без пальто, ему холодно там. Я вернулся обратно и сказал, мне пальто бы забрать. И тут, конечно, подобрели Глезеру. Так он остался у меня в памяти. Да. Ну, а что касается вот готовности Сергея попросить прощения, то в нашей семье тоже был замечательный совершенно случай с ним, когда Сергей, уже изгнанный Сталина, пригласил меня в Ленинград и показал отрывок из своей книги, посвященной моему отцу. Он впоследствии его переделал, но в первоначальном варианте было написано так, как было на самом деле. А именно, когда Сергей пришел к отцу посоветоваться, как ему поступить теперь, когда книга его на экспертизе в КГБ, и когда его выгоняют из редакции, и что теперь делать, мой отец сказал, пойдите к первому секретарю ЦК Компартии Эстонии. Он человек глупый, но добрый. И, значит, это было передано в видеостанции, и Сережа сказал, хотите, я это вычеркну, я сказала, нет, нет, оставьте, пусть это все остается. А Сережа специально меня пригласил в Ленинград, чтобы это показать. Вот я возвращаюсь домой и рассказываю дома, что в замечательной книге Сережи Довлатова будет рассказано о папе очень ласково, почтительно, тепло, и будет объяснено очень хорошо. Моя мама впала в абсолютную истерику, потому что папа в свое время был космополитом, и она сказала, что отца теперь вызовут в КГБ, он назвал секретаря первого, он назвал первого секретаря ЦК глупым. Я говорю, мама, ну дальше идет, но добрым. А тот был действительно глупый, но добрый, потому что он выступал, папа работал на таллинн-фильме, и он там выступал с речей о том, как нужно экранизировать классику, а не черт знает что, что пытается делать таллинн-фильм. И, среди прочего, сказал, вот, например, некоторые у нас любят писать белым стихом, этого мы допустить не можем. На что папа ему тихо сказал, что Борис Газунов тоже написан белым стихом. Тот страшно испугался и сказал, Григорий Михайлович, может, я вас буду иногда вот как-то спрашивать совета. В общем, глупым, но добрым. Потом, значит, и все останавливали папу, знакомые на улице, и говорят, Григорий Михайлович, у вас такая беда, Довлатов-то вас, с ваших слов говорит, что вы назвали Кебина глупым, но добрым, глупым, но добрым. И тут кончается советская власть. И выясняется, что папа хвалит первого секретаря ЦК, называя его добрым. А глупое, то, что глупое, это уже не имеет значения. Имеет значение, что советская власть кончилась, а у него первый секретарь все еще добрый. Вот. Тогда началась вторая истерика со стороны мамы, что теперь у отца, значит, будут дикие неприятности, как бы, ну, отца уже не было в живых, но все равно это было ужасно для, и Сергея уже не было в живых, но для мамы это было ужасно, она ужасно боялась, что как бы его память будет омрачена тем, что он о первом секретаре говорил хорошо. Сначала плохо, страшно было, потом, что хорошо, и потом окончательный текст уже был придуман, Довлатовым целиком и не имел никакого отношения, конечно, к реальности, но зато он стал смешным. Вы знаете, это имеет литературные корни, эта фраза тоже, потому что у Искандера, Сандро Исчегема, Сандро говорит автору, у тебя неприятности, они печатают, давай пошлем телеграмму от Абхазии и скажем, что Фазиль Искандер, он глупый, но правительство любит. Вот эта фраза, по-моему, могла бы подвигнуть Довлатову. На такое высказывание. А, да, действительно. Ну, опа, но правительство любит. Да. Да, да. А еще, тогда же это было еще связано с тем, что время от времени КГБ любила приглашать писателей с выступлениями, потому что они хотели быть в курсе современных течений литературных. Вот. И папу как-то пригласили в разгар всех этих событий, и он уже пожилой человек, ну, по нынешним временам совсем и не пожилой, а практически моего нынешнего возраста. Вот он туда пошел, и когда майор прощался с ним, который его пригласил, он сказал, желаю вам, Григорий Михайлович, всегда приходите к нам только в качестве действующего писателя. И папа в ужасе удалился, значит, оттуда. Так что вот. Но Сергей говорил, побывав там, что выйти оттуда и ничем себя не запятнать, это абсолютно невозможно, потому что вы знакомы ведь со всеми работниками и коллегами советской Эстонии, и начинает их перечислять. И Сергей говорит, и ты вынужден говорить, что ты с ними знаком, ты работаешь с ними в одном отделе. Тем самым, ты уже что-то про них сказал. То есть ты их уже запятнал знакомством с собой. Это ужасно. Да, ну слушайте, это общемировые эти самые проблемы, когда люди начинают бояться, то не так про него левые скажут, то не так про него правые скажут, то вот этот ел вместе с этим, а тот был замечен вместе с этим. Так невозможно. Люди должны быть выше политических вот этих разделов. Выше должны быть. Нет, Таня, я не могу с тобой согласиться, я 42 года живу в Америке и никогда не чувствовал давления подобного КГБ. А что касается Чеха... Ну вам сейчас есть кого давить. Ха-ха. Во всяком случае не в КГБ. А что касается КГБ, то уже попал в музей КГБ и сказал, что он там чувствует себя как живая лиса в мастерской Скорняка. Вот я думал, что Даллто чувствовал себя примерно так же. Да, да. Но у вас сейчас зависит от царя, зависит от народа. Вы сейчас зависите от народа. И я, как тоже имеющий какое-то отношение к американскому существованию, все-таки 10 лет не зря я у вас там провела, я ужасно сочувствую и сожалею, и вижу, как то, чего я боялся, про что я говорил, вот оно уже и волна уже накрыла многих с головой. Не дай бог, я в такое мирное время там жила. Но это отдельный разговор не буду... Это отдельный разговор, который, думаю, сейчас неуместно вступать в привлекание, что называется. По-моему, сравнивать КГБ с Америкой все равно не приходится. Особенно, когда только что отравили Навального, я думаю, что все-таки это не та тема для разговора. Даллата, во всяком случае, прекрасно представлял себе, что такое, что он оставил в России. И когда мы познакомились, он показал свою фотографию в Каляевской тюрьме, между прочим, где его избили. То есть ему было от чего уезжать. Александр, скажите, вот Лиля сказал, что вам задают вопросы на встречах и русские, и эстонцы. А какие чаще всего задают вопросы? Что интересно новому поколению, кто сейчас знакомится с его книгами? Интересно то, что новому поколению интересна русская литература. По-моему, это замечательно. То, что эстонцы приходят и с удовольствием говорят и цитируют Довлатова, мне кажется, немычайно приятным. Потому что им есть на что обижаться и не любить русских. Но все это полная чепуха. Я сидел в зале вместе с Лилей, которая все это и устроила, и видел, как эстонские политики, включая вице-мэра, члена парламента, сейма, как называется он там, и они все цитировали... Лиги Когу называется. Как? Лиги Когу называется. Наш парламент называется Лиги Когу. Я не могу, это уже по-японски звучит. Я тогда даже не буду повторить. И все, это была такая игра, все вставали и цитировали по кусочку Довлатова. То есть они играли в Довлатово. Это было совершенно замечательно. После этого был банкет в фойе, и я познакомился с председателем сейма, или сейма парламента, значит, вашего. Я думаю, что я не выдам тайну. Я говорю, как трудно быть членом парламента в такой небольшой стране, как Эстония. Она говорит, это ужасно, совершенно ужасно. Я говорю, почему? Говорит, ну как, где же бутылки сдавать, все знают. Была чисто Довлатовская фраза, правда. Нет, но вообще надо сказать, что счастье жизни в Эстонии заключается в том, что в Эстонии не принято чувствовать себя начальником, и не принято, чтобы подчиненные говорили начальнику что-нибудь лестно, и восхищались с его недостатками, хамством, или какими-то такими странностями, которые чтут очень часто русские люди в начальстве. Вот в Эстонии этого абсолютно нет. Абсолютно нет. Никто не подходит, не приходит с подношениями. Никто не принято говорить лестности начальнику. Начальнику принято немножечко-немножечко с высока и хамовато себя вести по отношению к начальнику. Тогда все устанавливается нормально. И то, что практически все на «ты» на эстонском языке, это тоже создает очень правильную атмосферу. Хотя с чужаками говорят на «вы». Выражение «вы» есть, но свой человек на своем языке обращается к тебе на «ты». И когда ты говоришь министру «ты» или тому же самому председателю Риги Когу или спикеру парламента, ты говоришь «ты» и чувствуешь себя другому. Ты говоришь то, что думаешь. Если ты вообще хочешь с ним говорить, но если хочешь, то ты говоришь то, что думаешь. Это очень важная особенность. И нет препон таких. Вот у нас можно просто прийти в Министерство культуры или просто позвонить министру культуры и задать ему какой-то вопрос. И в этом смысле, я не говорю о союзе писателей, где вообще нет никаких... Вот я 40 лет, это единственная организация, в которой я состою, и не было случая, чтобы я туда пришла, и мне не помогли. И нет ни одного писателя, за которым бы союз писателей не заступился, даже если этот писатель совершил не совсем правомочный или правильный поступок. И даже если суд учиняют над писателем, то все равно союз писателей стоит на стороне этого писателя. Это мощнейшая организация, которая защищает своих. Жалко, что она не защитила Довлатова в то время. Защищала вот сколько могла, но КГБ было сильнее, и ЦК было сильнее, но защищали очень сильно. Но, кстати, на нашу летколлегию, где его выгоняли, не пустили писателей, а писатели рвались. И мой отец, и тогдашний секретарь по работе с молодежью эстонские писатели рвались и просили, чтобы их пустили на летколлегию. Но их не пустили, потому что знали, что они там наградят, и потом уже его и не снять с работы. Тоже интересный вопрос. Что было бы, если бы эта книга вышла, если бы Довлатов стал советским писателем? Когда мы были или у вас в Сталине, мы беседовали на эту тему с Андреем Аревым. Арев знает Довлатова лучше всех. Не только потому, что он знает его дольше всех, но еще и потому, что он его очень хорошо понимал. Он понимал, каким он был, и каким он стал. И, в общем, последние дни Сергея, он дружил с ним, помогал ему и режиссировал его вхождение в новую литературу. Это абсолютно замечательный человек. И я помню, как Арев поразил меня одной идеей. Он говорит, слава Богу, что книгу рассыпали, слава Богу, что Довлатова выперли, слава Богу, что он уехал. Потому, что если бы этого не произошло, мы сегодня говорим о сослагательном наклонении. Мне кажется, потому что день рождения, можно представить себе траекторию, ну, может, попытаться себе представить эту траекторию. И он сказал, он бы стал советским писателем, он пошел бы на компромисс. С каждым компромиссом было бы ему все хуже и хуже. Книги бы становились все хуже и хуже. И ему было бы тяжелее и тяжелее, он бы просто не выжил. И я думаю, что он, наверное, правильно говорил. Потому, что к тому времени это уже были все-таки глухие времена застоя, 70-е годы. Уже все было перекрыто и нужно было идти на действительно гнусные компромиссы, чтобы попасть в литературу. И это, в общем, все это знали. Вот поэтому всем не нравится фильм Довлатов Алексея Германа-младшего. А мне нравится, потому, что там Довлатов, может, и не похоже изображен, но атмосфера, которая окружала безвыходности, она мне была очень знакома. Я представляю себе, как страшно жить, когда ты точно знаешь, что наверх пути нет. Нельзя выбраться из этой черной ямы, из этого омута. Я просто сбежал 24 года, поэтому мне было гораздо проще. Но Довлатов уже было под 40, и мы отметили его 40-летие в Америке. И он впервые выдал книжку свою в 40 лет. Это очень-очень поздно писать его. И это, конечно, отразилось бы на него самым страшным образом. Поэтому, в каком-то смысле, Америка его спасла и создала его литературу. Я не верю, что он смог все это сделать в России. Хотя лучшие его книги, до сих пор, я так считаю, написаны именно в России, на мой взгляд, лучшая книга Довлаты это заповедник. И она написана целиком в России. Я с вами полностью согласна. А что касается вот этой жизни, смотря в какую бы среду он в Эстонию вошел. Если бы он вошел в эстонскую среду, его бы переводили на эстонский язык, было бы все по-другому. Потому что, когда кончилась советская власть, выяснилось, что ни у одного эстонского писателя нет ни одной неопубликованной рукописи, которая лежит в столе. И когда стали сюда приезжать журналисты и спрашивать, а что у вас лежит в столе? Пописатели не понимали этого вопроса. Они выдвигали ящики стола и говорили, что вы имеете в виду? Потому что на эстон... Да, и моя знакомая выдвигала ящик стола и говорит, вы хотите посмотреть, что у меня лежит в столе? Она решила, что это интерес к ее быту. Нет, ну то, что вы написали в стол. Она говорит, а вот у меня вот ручка здесь лежит, вот бумага, а во что вас конкретно интересует? А оказалось... Дело в том, что то, что выходило на эстонском языке, было понятно только эстонцам. И поэтому выходило все, что угодно, все, что считали нужно, все и писали. Все и писали, все и публиковали. И когда грянуло вот это вот давайте, несите то, что вы не могли опубликовать раньше, выяснилось, что никто ничего не может принести. Русские писатели, да, не приносили свои заветные труды, которые были спрятаны и заперты в ящике стола. А эстонцам было предъявить нечего. Все было возможно. Если бы, да, Довлатов ушел в эту закрытую эстонскую среду, довольно закрыто жившую, очень свободолюбивую, очень замкнутую. Но я думаю, что Довлатов был бы принят туда. И пока он жил, здесь этого не было. Ну, он думал... Ну, вот смотрите, скажите, вот, так сказать, то, что эстонские писатели не писали в стол все же. Если бы они, ну, например, писали, начали писать какие-то откровенно антивластные, антигосударственные, антиправительственные тексты, я не знаю, сатиру, ну, все что угодно. А не писали их. И это было опубликовано? Вот прям вот что... Да, это все было опубликовано. И когда один раз самые невиннейшие из текстов были изданы на русском языке по ужасу, значит, «Московская проза», то весь состав сборника был вызван в Москву на ковер. И, значит, сорокалетние, считавшиеся по советским меркам молодыми, а по эстонским меркам уже совсем молодыми писателями, сорокалетние писатели туда «Поехали», «Направешь». И страшно нервничали, потому что недостаточно хорошо и недостаточно виртуозно владели русским языком, чтобы как-то выпутаться из этой истории. И совсем рассориться тоже не хотели. Но вели себя, тем не менее, дерзко. И поручили мне, тогда еще юные журналистки, поручили мне от их имени что-то сказать, что я и сделала. И тогда Андрей Георгиевич Битов, который входил в состав комиссии, сказал, «Знаете что? Давайте оставим их в покое, а то мы тут все рассуждаем о том, как бы мы родили на свой лад ребенка, на что мы, в общем-то, не способны. Пусть они себе делают, что хотят». Значит, нам кричали, «Вы за дворки Западной Европы, вы выступаете против нашего прекрасного строя, вам не место». Понятно, понятно. совершенно дивная история с пустыми ящиками, потому что это очень далтеская история. Он говорил, что когда он приезжает в Эстонию, то она больше порядка и больше буквализма. То есть, это не метафора, а буквальный смысл. Что у вас в ящике стало? Кнопки. По-моему, замечательная история. Но для того, чтобы попасть в эстонскую среду, нужно знать эстонский язык. И, конечно, это абсолютно исключено, потому что, когда я был последний раз у вас в гостях, Лиля, там сидела переводчица, милейшая, с эстонского языка, и говорят, вот все знают, что у нас есть долгие гласные и короткие гласные. Но как же вы не понимаете, что у нас есть еще средние гласные? Разве вы не слышали? Я понял, что мне это не грозит. Когда я учился в Риге в университете, то, конечно, все хотели ехать в Тарту и к Лотману. Но говорили сразу, имейте в виду, что если ты хочешь познакомиться с девочками, сходить в сауну или пойти в пивную, то надо говорить по-эстонски. Другого варианта нет. В Риге это было абсолютно не необходимо. И еще одно, конечно, важно было, потому что, поскольку по-эстонски никто не говорил, то вы могли печатать, что хотите. И все знали, что есть Джойс Улис вышел впервые в Советском Союзе на эстонском языке. И все ходили легенды о том, что это выучил эстонский язык, чтобы, наконец, прочитать Джойса. Хотя проще было выучить. Да, кстати, многие книги, даже у Аксенова несколько книг вышли сначала на эстонском языке. Но я посмею сказать, что и наша с вами книга, вот ты, Егор Додавна, вышла все-таки на эстонском языке сначала. И мы только ждем ее выхода на русском языке. Это были такие... Хорошо. Так, хорошо. Вы ушли все в сослагательное эстонское наклонение. Я хочу немножко чуточку сдвинуть в Нью-Йоркскую сторону все же. Саш, вот ты когда-то мне сказал, что Довлатов, ну, я ходом сказал, что Довлатов очень любил магазины, в которых продается всякое никому не нужное барахло. Ну, типа, такой трэш. Ну, как это называется? Трэш? Да, трэш. Нет, ну, вот этот самый... Рынок-то... Смешные цены. Блоконный рынок. А, нет, нет. Блоконный рынок. Да, блошиный рынок, но в магазинах. Я не знаю, как это выразиться. То есть, было много в Гринич Вилледже, сейчас что-то его... Там нету этого, я не видела. Ну, может, пара есть, когда, ну, всякая, всякая невероятная дрянь, какие-то гребни для волос, какие-то заколки, какие-то шпильки, какие-то статуэтки, какие-то... Вот это вот все, вот это вот. Вот. И что он страшно это дело любил и покупал какие-то, вот как бы, ненужности. И мне показалось, что это очень интересно, потому что вот этот выбор ненужной детали, которая тебе о чем-то говорит, я обожаю эти все вещи, она как-то соотносится вообще с его манерой писать, видеть литературу, выбирать... Надо вспомнить, надо вспомнить, что его любимый рассказ, не мой, а его любимый рассказ назывался «Лишн». Это характерно, да? В Чайна Тауне на канал «Стрит» есть магазинчики, где продают, как Таня правильно сказала, абсолютно безумные вещи. Я не могу объяснить, что это такое. Брелоки, маленькие ножички, щипчики, отверточки, гаечки, все очень маленькое, все влезает в карман. Для чего эти вещи нужны, я понять не имею. Однажды мы гуляли по Чайна Тауна, у нас до Влаты. Он завел в этот магазин и сказал, вот если есть жизнь после смерти, то я хотел бы родиться в этом магазине. Вы бы видели этот магазин, знаете, какая-то, даже не поколенная, трудно объяснить, какая это лавка. Лавка, мелочная лавка, по-моему, и было такое слово. И он покупал все, что вот эта вот мелочь за 2-3 доллара, а потом обожал это дарить. И вот эта процедура подарков, он заглядывал в глаза, говорит, ну ты ведь не выпросишь. Ну правда, скажи, не выпросишь. Он мне, как раз тогда появились советские часы. Это было очень модно в одно время в Америке продавать часы Победа или как там Звезда, я уже не знаю, какие-то часы. Слава, Слава Победа. Да, и они все такие были. Написано. И Далатова мне подарил часы, говорит, ну ты не выбросишь, ты будешь носить часы. Скажи честно. Я сказал, буду честно носить часы. А часы были написаны, что они какие-то противоударные, противотанковые, все что угодно. В космосе можно носить. После первого дождя стекло запотело. И у меня эти часы до сих пор лежат, потому что порвался ремешок. И я пытался, я несколько раз эти часы, в Америке мне сказали, что таких ремешков нет, быть не может. Несколько раз я пытался возить эти часы в Россию, это сделать. Часы у меня до сих пор лежат. Я даже не знаю, ходят или нет, потому что я не заводил уже лет 30. Но это вообще такая память от Далата. Очень характерная деталь для него. Ему страшно нравились ненужные вещи. И как только я их приобретал, он должен был от них избавиться. Поэтому процесс был бесконечный. Он ходил на всякие такие базарчики. Он знал вот странные вещи. Ему нравилось в Нью-Йорке совсем не то, что нравилось мне, например. Мне нравится, я такой простой человек, мне нравится как всем. Рестораны, музеи, виды, пайерстед билдинг. А ему нравился ирландский бар, чтобы зайти в ирландский бар и сказал, дайте мне айриш кофе. В общем, айриш кофе изрядная гадость. Это кофе, в которое налили люмку виски, отчего и кофе с попоршевыми висками вкусными. Но сама по себе идея, что можно вот так заказать айриш виски, айриш кофе, ему давало, то он нравилось чрезвычайно. Ему больше всего нравилось в Америке, что он в Америке. Вот это характерная деталь, потому что ему нравилось, что он находится в этой стране. Не страна ему нравилась, ему нравилось то, что он в ней находится. И это была малопонятная мне деталь. Ну, у Аксёнова такое было, мне кажется. У Аксёнова был гораздо более приспособлен к американской жизни. Он и писал по-английски, как ты знаешь. Он и... Да, Аксёнова называл себя самым популярным писателем Вашингтона. Дело в том, что это внутренняя шутка. Вашингтон знаменит не писателями, а политиками. Но, тем не менее, он был, конечно, достаточно в эстеблишменте писательском. А Довлатов в Нью-Йорке был гораздо... Нью-Йорка другой город совсем, чем Вашингтон. И Довлатов здесь был иначе. Хотя, конечно, он-то тоже вошел в литературу и печатался в лучших журналах и в Нью-Йорке. И все это было. Но, тем не менее, Довлатов до конца его дней страшно поражало, что он находится в настоящей, живой Америке. И если вы вспомните его впечатления от Америки, то самое главное, самая странность большая его в Америке, это был он сам. Он рассказал, что он был на конференции и на глазах у всех словистов переплыл в Миссисипи. Понятия не имею, откуда он взял эту историю. Я не уверен, что он знал, где Миссисипи. Но, тем не менее, у него в текстах это есть. И это характерно, потому что Довлатову казалось, что быть в Америке это интересно, это приключение. И он он тосковал по Ленинграду, бесспорно. Он тосковал по своим читателям. Ему действительно было больно, то, что он оторван от всех. И когда появилась возможность встречаться с старыми друзьями, Довлатов был необычайно гостеприимен. Он всех привечал, всем помогал. И все это так. Но Америке, он был благодарен за то, что именно в Америке он стал писателем. Здесь он написал 12 книг и вжился в эту страну так, как он хотел. И это, конечно, это была для него в первую очередь страна, Фолкнера. Это для него была страна любимых писателей. И он стал одним из них. И это, конечно, было для него величайшее достижение в его жизни. Ну вот, давайте его поздравим с днем рождения. И, может быть, на этом закончим, потому что мы уже долго говорим. И много еще что можно сказать. Но я бы там про печальные вещи не хотела говорить, поскольку день рождения. Давай на такой прекрасной ноте и закончим. Вы знаете, можно я еще добавлю под занавес, что 29 лет назад мы с Леной Довлатовой шли по Нью-Йорку. Начиналась слава Довлатова. И мы шли по Нью-Йорку и говорили друг другу, сколько она продлится, сколько она продлится, хоть бы она продлилась долго. И мне кажется, что в день рождения можно сказать, что она длится. Да? Ура! Спасибо. Спасибо, Лиля, замечательные истории были. Спасибо. Спасибо, Каша. Очень рада была вас всех повидать. Спасибо. и на�� Богом. Спасибо, Лиля. до сих пор надосласти пользовательок. Спасибо, Лиля М2-йорку. Спасибо, Лилита, Спасибо за субтитры 19-aw Holiday. Продолжение следует...